В этом выпуске я хочу рассказать вам о растениях, которые стали для меня открытием прошлым летом. Скорее всего, они пока не растут и в вашем саду. Но интересны не тем, что не требуют сложной агротехники, зато радуют либо экзотическим видом, либо большим урожаем. Сейчас давайте без лишних предисловий отправимся на участок к Дмитрию Бондрову. Там растет редкая малина Фэнг Манхонг. Появилась она благодаря китайскому профессору Айдзюню. А чем она хороша, сейчас узнаем. Мы находимся у куста ремонтантной малины, которая попала к нам в край от китайского процессора профессора Айдзюня. Во-первых, это самая большая малина на сегодняшний день, которая есть в мире. Ягода достигает размеров 3 сантиметров. Внешнему виду она очень похожа на дикую малину. Но у дикой малине у нас очень много косточек. Здесь косточка мелкая, в общем-то, легко съедаемая. И, в общем-то, даже в варенье она незаметна. Цветет очень рано. Плодоносит. Первые плоды у нее появляются наряду с ранними сортами обычной малины. И плодоносит в течение месяца. Малина, которая на ней появляется, она не подвержена ни вредителям, ни болезням. И самое такое у меня хорошее свойство. Она не осыпается, и спелые могут висеть не одну неделю на кусту и не сыпаться. Урожайность достаточно большая. Вот с этого кустика в течение месяца будет собрана, я думаю, не меньше 3 литров ягоды. Потому что каждый раз приезжаем, и будем по литру ягоды собирать. Плодоносит она практически месяц. Она до конца августа будет плодоносить, и потом будет повторное плодоношение уже в сентябре месяце. На зиму она, как ремонтантная малина, полностью вырезается. Хотя уже есть небольшой опыт выращивания по двухлетнему циклу. Тогда она, получается, дает плоды еще. Вот это она была вырезана, отрасплата зацвела. А если бы мы оставили побеи прошлого года, то мы бы уже сегодня видели бы уже как бы малину. То есть ее можно и по двухлетнему циклу тоже выращивать. Разножается она достаточно, в общем-то, несложно. Можно попытаться размножать косточками. Можно там небольшие она дает побеи, совсем небольшие. Ну и наиболее простой способ размножения у нее такой же, как у ежевики. То есть вот этот побег, если он воткнется в землю, то через некоторое время он сдаст корешки. Мы делаем его достаточно просто. Берем какую-нибудь банку с землей. Опускаем туда вот этот побег. Через месяц он укореняется. Обрезаем, можем пересаживать на любое удобное нам место. Обычно я беру банку пятилитровую из-под воды. Делаю в ней отверстие для того, чтобы было, там, остекала влага. Немного насыпаю слой земли, где-то там порядка сантиметра, двух сантиметров. Втыкаю вот так, прямо так вот вертикально вверх в побег. И остальное пространство в банке засыпаю землей. Получается вот примерно на 15 сантиметров мы засыпаем землей. Буквально за месяц образуются вот с этих мест корешки. Сверху мы можем потом в каком-то месте отрезать. Эти листики развернутся. Из-под каждого пазухи пойдет новый побег с листиками. И до конца еще этого сезона мы получим саженец, который можно либо пересадить из банки на новое место. Он хорошо будет прекрасно зимовать. Либо вот если вам в этом году он не нужен, вы можете опустить его либо в порик, либо я на ложе его храню зимой, у меня на ложе температура около нуля. То есть он прекрасно всю зиму там себя чувствует. И на следующий год посадить в любое удобное вам место. Посмотрите, сколько много цветов. Вот каждый цветок даст ягоду размером до трех сантиметров. И вот такая обильная урожайность. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». А я хочу напомнить, что в печать вышел свежий номер журнала, который является настоящей энциклопедией для всех огородников, садоводов и дачников. Купить его можно в любом киоске «Союз печати» или в специализированных садовых магазинах. Но лучше я советую вам оформить подписку. Сделать это можно в почтовом отделении либо в редакции журнала по адресу Народный проспект, 13. В конце прошлого года журнал «Сады и огороды Приморья» совместно с газетой «Владивосток», «Восьмым каналом» и «Ботаническим садом» объявил конкурс среди любителей цитрусовых. Недавно в «Ботаническом саду» состоялось подведение итогов. Надежда Бражина назвала имена участников и победителей. И вот сегодня мы чествуем в «Ботаническом саду» на выставке, которую традиционно «Ботанический сад» проводят в канун 8 марта. Нашу Ирину. Поздравляем ее. Надеемся, что ее зимний сад будет свести, всех нас радовать. И большое спасибо хочется сказать Екатерине Зориной, которая на самом деле помогла. Но она и у Ирины тоже была с профессиональной точки зрения, с советами, как выращивать цитрусовые, что с ними делать, как получать урожай, потому что далеко не всем удается получать хорошее урожай с цитрусовым. Бесспорным победителем конкурса стала Ирина Степаненко из Уссурийска. В ее оранжереи более трехсот видов и сортов цитрусовых. Также среди победителей названы Елена Павлова из села Игнатьевка и Александр Панченко из Паска Дальнего. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». В следующем сюжете Дмитрий Бондров расскажет, может быть, не о таком редком, но тоже очень интересном растении. О вишне бессея. Многие наши дачники, кроме картошки, морковки, лука и прочих культур, начинают увлекаться садом. Сначала начинают заниматься простыми сортами. Бойлочная вишня, крыжовником, малиной, клубникой. Потом подсаживают какие-то сливы, яблони, груши. Когда это все уже нехорошо получается, они начинают заниматься еще виноградом. И, наконец, наступает такой момент, когда дачник начинает думать, а что бы еще не посадить такое интересное, что у нас не растет. Вот перед нами одно из таких растений – это вишня бессея. Иногда ее называют степной вишней. Значит, она по заявленным характеристикам должна хорошо выдерживать морозы до минус 40 градусов. Я привез на свой участок несколько кустов. Была задумка следующая. Если вдруг не удастся выращивать урожай, то она является прекрасным низкорослым подвоем для многих косточковых культур. И самое главное, что мне не приезжало, это возможность ее работать как опылителем, со многими сливами, русскими сливами, вишней. То есть те, которые без сорта опылителя вообще как бы не могут сами давать урожай. Ну и надо заметить, что сама вишня бессея, если вы посадите всего лишь один пустик, она никогда вам не даст урожай. Урожай она дает очень сильный. У нее получается под тяжестью урожая. Все ветки будут через некоторое время лежать на земле. Урожай у нее, как у обычной западной вишни, на длинной ножке. Сама ягода имеет размер такой же, например, как войлочная вишня. Она очень обильно плодоносит, имеет черный цвет. В условиях вот моего участка созревает где-то 15-20 августа. Одна из ее особенностей, то, что она не осыпается. И после того, как она будет спела, она может висеть и радовать глаз до самых морозов. Она имеет косточку, у которой нет синильной кислоты. И, в общем-то, можно использовать для компоты. Компоты получаются с приятной терпкостью. И такого, в общем-то, хорошего окраса. Она такой окрас темно-фиолетовый получается. Компот красивый. Из минусов этой культуры то, что ее в течение сезона приходится несколько раз опрыскивать против болезней. То есть, примерно как виноград. Раз в три недели мы делаем протоколатическую обработку. Самая неприятная болезнь – это маниальный ожог. И тогда, в общем-то, у нас все верхушечки начинают высыхать. Ну, эта вишня прекрасно размножается косточкой. То есть, в период плодоношения мы косточку взрываем на глубину примерно 3-5 сантиметров. Она зимует иногда. Она на следующий год пробивается иногда через год. Ну, это кустики достаточно еще как бы молодые. Ну, я так думаю, что каждый кустик килограмма три ягода даст. Вообще, она сама по себе не очень такая высокая. Вот у меня, видимо, кустик такой вот где-то в районе метра высотой. Максимальный размер там написано где-то в руководствах по этой вишне. Это мет 50, мет 60. Вы смотрите самую удачную из всех программ. А я хочу вам напомнить, что из печати вышел свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». В этом выпуске редактор Надежда Бражина рассказывает о помидорах, фасоли, картошке. А самый главный материал посвящен саженцам. О том, где и как нужно их правильно покупать, как выбирать и как сажать. На этом наша программа подошла к концу. Все ее материалы можно посмотреть на сайте 8-й канал.тв. А я желаю вам схожих семян, дружной рассады и скорого прихода весны, конечно!